Привет, дорогие друзья! С вами Николай Михальчук и это мой канал Казбаскетбол. Сегодня хотел бы с вами поговорить о большом событии для казахстанского баскетбола. На самом деле это выход документального фильма «Камал». Все сейчас, конечно, смотрят документальный фильм про Майкла Джордана «Последний танец», но документальный фильм «Камал», который посвящен молодому баскетболисту из Казахстана Камалу Абакирову, не менее интересное событие в мире, особенно казахстанского баскетбола. Я надеюсь, что все мои подписчики уже успели посмотреть замечательный документальный фильм «Камал» талантливого молодого режиссера Каната Бесикеева. Кстати, Канат снимал еще один фильм. Я думаю, что это было в 2017 году, который был посвящен баскетболу, и тогда главную роль исполнял игрок команды «Астана» Осман Крубали. Я тогда немного Канату помог, тогда как раз я был менеджером баскетбольного клуба «Астана». Тоже фильм получился классный, я оставлю ссылку в описании, посмотрите. Но давайте поговорим про фильм «Камал», который посвящен молодому, талантливому казахстанскому баскетболисту Камалу Абакирову. Мне все очень понравилось. Это было классно. Фильм замечательный. Фильм с душой, своей атмосферой. Очень понравился колледж, в котором Камал учится. Я немножко посмотрел про этот колледж. Это один из самых древних, самых старых колледжей в штате Огайо. Очень у него интересная история. Также это очень престижный колледж. Попасть туда очень и очень сложно. И наш парень, наш игрок, молодой человек из Казахстана смог это сделать. И он там не только учится, но и играет в баскетбол. Это, конечно же, браво. И это просто супер. Что в этом фильме не было. Ну, как? В нем было все. Ну, можно что-то более раскрыть. Я прочитал статью на sports.ru. Там говорят, что физрук научил, и потом парень пошел дальше. Нет, это, конечно же, был не физрук. Это был Ержан Намазбаев. Это великолепный тренер. Я думаю, один из самых талантливых детских тренеров в Алма-Ате. Детских школьных тренеров в Алма-Ате. Это мой хороший знакомый. Ему большой привет я передаю. Он очень много вкладывает во всех своих ребят. Я думаю, что тот подход, который у него есть, а он, во-первых, он доверяет своим игрокам. Он дает им много свободы. Он дает им много играть в баскетбол, да, 5 на 5. Это не то, что тренировки, как некоторые привыкли, да, где тренер тренирует, 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 и команда совсем мало играет. Нет. У него, у Ержана всегда свободный стиль, когда его ребята очень много играют. Старшие играют с младшими. И мне всегда было приятно быть на его тренировках. И иногда я даже приходил поиграть с молодыми парнями. Я точно не могу вспомнить, играл я с Камалом или нет. Я так очень близко с ним не знаком. Но я, конечно, помню за то время, когда он выступал за сборную Казахстана 3 на 3. Классный, хороший игрок. Мне он тогда понравился. Вот сейчас в Америке это вообще здорово. Но я закончу мысль про Ержана. Это, конечно, очень-очень талантливый тренер. И еще раз, его выпускник, да, тот игрок, которого, в принципе, он сделал, да, какие-то дал ему баскетбольные основы, сейчас очень успешно играет в Америке. И, конечно, это не первый дивизион, конечно, это не Дюк. Но в любом случае, очень сильный студенческий спорт в Америке. И давайте не будем говорить, ну, третий дивизион – это низкий уровень. Нет, это не низкий уровень. Это достаточно хорошая школа баскетбола. Возможно, только в третьем дивизионе таланта намного, конечно, меньше, чем в первом дивизионе. Там нет таких монстров, да, как тот же самый Джон Волл и Маркус Казинс, да, все эти звезды, которые играли в NCAA в первом дивизионе, потом сразу пошли в НБА, такого нет. Но все равно структура, система там очень сильная. Вот. Что еще мне очень понравилось из этого фильма? Мне очень понравилась мысль Камала, которую он высказал. Многие, наверное, не обратили на это внимание, но я сильно обратил то, что он сказал, что эта вся система NCAA, да, это как какая-то сказка. Игрок попадает туда, у него сразу стипендия. Особенно, мне кажется, он говорил про первый дивизион. У него есть стипендия, у него есть слава, у него есть... На Кэмпусе он человек номер один, можно так сказать. Все его знают, да, это все эти 12 игроков. Особенно, если ты попадаешь в основную ротацию, они очень популярны, и все их знают, все за ними следят. Они знаменитостей, да, на Кэмпусе, в колледже. И это немножко создает какую-то элизию, когда это все заканчивается. И мы знаем, что единицы попадают в НБА, единицы попадают в европейский баскетбол, а больше других-то лиг нет. Ну, есть, конечно, Азия, есть еще какие-то лиги, но основной-то рынок, где можно заработать, это НБА, либо Европа, немножко Азия. Но там тоже есть лимиты на легионеров. И получается, что наши, даже вторые звезды команд, НСАА, да, первого дивизиона, они остаются не у дел, и им приходится очень резко спускаться на землю и искать работу по специальности, или хоть какую-то работу. И тут, конечно, очень много баскетбольных сердец разбивается о жестокую реальность. И тут Камал очень правильные вещи сказал. Он сказал, что есть шанс такой, что когда ты игрок, ты можешь, в принципе, даже не учиться. Это, наверное, он говорил о первом дивизионе. Я точно не знаю. Потом же он сказал, что определенный балл должен быть, чтобы играть. Но в любом случае балл достаточно низкий, несерьезный. Поэтому я думаю, что многие ребята, да, опрометчиво думают, что вот я буду играть в НБА, и в Европе. И это очень сложно. Не уделяют внимания учебе. А вот эту тему очень интересно Камал раскрыл. И ему, конечно, огромное спасибо. Я думаю, все должны задуматься об этом. Все должны понимать, что да, мы очень любим баскетбол, мы преданы всем сердцем ему. Но есть другая сторона, и есть другая жизнь, кроме баскетбола. И надо всегда держать этот баланс. Что, в принципе, Камала делает? Он успешно играет, и также он очень хороший студент. Это крайне важно. Ну, что еще интересного мне понравилось в этом фильме? Конечно, последняя сцена, это была просто супер, когда этот парень с Рукер Парк. Я не знаю, кто такой. Когда он начал говорить, я сразу отнесся скептически. Думаю, ну, очередной эксперт, да, который все знает, знает, как тренировать. Но последние его слова, это прям слова из глубины моего сердца. Я вот сейчас их вставлю. Посмотрите, что этот парень сказал и как он вообще видит баскетбол. Это на самом деле золотые слова. Это посыл всем молодым игрокам. Субтитры подогнал. Все знаменитые игроки, они хотят вас выбрать эту баскетбол и играть. Я имею в виду, сзади, кроссовер, лапы, хранили, все, что это красивое. Баскетбол является одинаковым место, чтобы играть. Вы должны выбрать баскетбол и играть. Вы должны выбрать баскетбол, подать ваши шои, и выжать в гим и работайте. Дорогие друзья, дорогие подписчики, давайте, если вы не смотрели, посмотрите этот фильм. Замечательный документальный фильм. Он очень хорошо сделан, очень хорошо раскрывает главного героя и различные темы вокруг главного героя. Также давайте будем продолжать смотреть документальный фильм, который посвящен Майклу Джордану, Last Dance. Это очень качественное кино, и особенно для молодых баскетболистов, которые, может быть, даже не знают, кто такой Майкл Джордан, эта лента будет очень полезна. Ну и, пожалуйста, подписываемся на мой канал, ставим лайки и следим за новыми темами и новыми видео. И также давайте в Инстаграме говорите, что вам интересно. Будем это обсуждать. Спасибо, друзья. Баскетбол у меня есть такая возможность вот здесь быть, да, в универе учиться. Вот это вот самое главное. И следующему поколению тоже нужно понимать то, что через баскет можно многому научиться. И баскет как платформа тоже может многое дать. Но для этого ты должен многое дать баскету. Потому что, like, you can't cheat the game, да? То есть ты не можешь обмануть игру. Ты реально должен вкладывать в это время душу, сердце. И в этом, наверное, есть как раз так. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...